В средние века было заведено, что правители многих государств не жили постоянно на одном месте. Были зимние и летние резиденции, которые становились на этот период столицей государства, ее политическим центром. В XIV столетии одним из крупнейших государств мира была Золотая Орда, которая в те времена носила название Улус-Джучи. Ее границы простирались от Средней Азии до Дуная. Орденцы предпочитали зимовать в крупных городах, внизу в Еволке на Азовском побережье, а летом выезжали в летние резиденции, которых было несколько. А наши современники еще до недавнего времени даже не могли предположить, что одна из таких резиденций находилась на территории современной Луганской области. Мы привыкли думать, что с XIII по XVII века н.э. территория современной Луганщины была слабо заселена. Дикое поле – так называли эту часть современной Украины. Согласно новым исследованиям, степь не была пустынной и безлюдной. Здесь находились торговые пути, по степным дорогам перемещались кочевники и торговцы. И, как утверждают археологи, именно здесь, на территории современного Попаснянского района, возле села Шипиловка находилась ставка одного из ханов Золотой Орды – хана Абдуллаха. Свои исследования мы проводили с восточной окраины этого плата водораздела и закончили на западной. Ни один шурф не был у нас пуст. В каждом были находки, подтверждающие наличие здесь культурного слоя, где на глубине, даже глубине 70 сантиметров, 50 сантиметров, то есть значительно ниже пахотного слоя, находили монеты, украшения, фрагменты керамики. Итак, если предполагать, что именно здесь находилась ставка хана, то ханская юрта была расположена в центре. Окружали ее юрты ханских жен. По обычаю, старшая жена первая устанавливала свою юрту, затем бросала камень и на таком расстоянии устанавливалась юрта второй жены. И так далее. Таким образом, юрты жен располагались с запада на восток. Следующим кругом располагались юрты ремесленников и торговцев. Наши работы, что интересно, подтвердили, что там в районе востока, в самом краю поля, вероятно, находилась производственная зона, потому что в шурпах были обнаружены фрагменты оплывшего железа, железные изделия, тяжакованные гвоздики, шила, фрагменты чугунных котлов. Был обнаружен шлак и фрагменты керамики, но находили и монеты. Ближе к центру мы стали находить украшения. Там же найдено было сольгама, бронзовое украшение, фрагменты бронзовых зеркал. И окраина поля дала нам фрагменты керамики и железные изделия. То есть в какой-то мере предположение о насыщенности совпадает. Ставка занимала территорию приблизительно в один гектар. Место было удобным по расположению. Рядом Северский Донец. В древности также на возвышенности протекал ручей, что было удобно и для хозяйственных нужд, и для многочисленных стад домашних животных. Шатер Хана и его приближенных находился на плато, а рядом на соседних возвышенностях располагалась вооруженная охрана, которая наблюдала за тем, что происходило и в самой Ставке, и на окружающей территории. В летней резиденции Хана находилось несколько тысяч человек. Вместе с Ханом перемещалось его войско, военачальники и вельможи. Подошла Ставка Хана. И мы увидели большой город, движущийся со своими жителями. В нем мечети и базары, и множество шатров. Мимо нас проехали жены Хана, каждая со своими людьми отдельно. Подъехал Хан и расположился отдельно. Когда они достигают места привала, то снимают палатки с повозок и ставят на землю. Таким же образом устанавливают мечети и лавки. Они варят пищу прямо во время езды, и дым от кухонь взвивается по воздуху. Варили бульон. Причем беднейшие слои варили его несколько раз. Первый раз они сливали отвар, а потом уже готовили пищу. А кости шли на отопление, чтобы в каждой юрте, в каждой Ставке это был очажок. Естественно, они были скотоводы, поэтому пища была мясная. Хотя в еде, судя по записям историков, беднейшее население, конечно, экономило. Естественно, они знали и те же каши, и пшеницу, тоже они все знали. Что еще по источникам питания? Сушеное мясо. Сушеное мясо они брали с собой в походы, пили кумыс. И делали так, как делают сейчас народы Казахстана, сырные шарики, которые потом бросают в кипяток, и они не будут разводить. Вот такое было питание кочевых народов. 14-е столетие в Золотой Орде историки называют великой замятней. Это время характеризуется смутой, неразберихой и междоусобицей. Один хан сменяет другого. С 1359 по 1380 годы на Золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов. В это время чистолюбивый беклербек и темник Мамай хотел взять власть в свои руки, на что не имел права, поскольку не принадлежал к потомкам Чингисхана. А только они имели право на ханский престол. Северо-западная территория Монгольской империи, или Улус-Джучи, это потомки сына Чингисхана, старшего Джучи. Правильно называть не Золотая Орда, а Улус-Джучи. Золотая Орда возникла название гораздо позже, в 15 веке, в русских летописях. Так выглядел царский ханский шатер, отсюда название Золотая Орда. А Улус-Джучи это была территория, подлазна потомкам сына Чингисхана. И ханом мог становиться только человек, у которого течет кровь Чингисхана. Ну и все слышали о Мамайе. Часто Мамая называют просто ханом. Вот Мамай был беклербеком, беком над беками. И при хане Абдуллахе, потомке хана Джучи, потомка хана Батыя, он не мог стать Мамайей ханом, потому что не был по крови Чингизидом. Мамай был женат на дочери хана Бердебека. И мы знаем больше по летописи название Мамаевая Орда. Хотя фактически хан Абдуллах был, ну получается он был марионеткой. Очень мало о этом хане, мы знаем, буквально по чеканке монет устанавливается, что в это время он был. О хане Абдуллахе известно совсем мало. По одним сведениям, он был одним из девятерых сыновей могущественного узбек-хана. По другим его внукам. При поддержке Мамая он был провозглашен ханом западной части Ак-Орды. Короли царствуют, но не правят. Это выражение точно подходит ко временам правления Абдуллаха, поскольку от его имени управлял Мамай, который обладал на тот момент реальной властью. Владение Абдуллаха фактически Мамай на тот момент включали Крым при Азовье и часть современной Молдавии. Хан Абдуллах правил с 1361 по 1370 год. Его сменил хан Мухаммед Буллак, сын. Мы не знаем, куда пропал хан Абдуллах. Следов его прекращаются. Вероятно, может где-то и есть его захоронение, и не так далеко. А сын его Мухаммед Буллак, монеты тоже мы встречаем здесь, чеканены Мухаммедом Буллаком. Он погиб на поле Куликовом. Существуют разные версии исчезновения хана Абдуллаха. По одной из них хан умер своей смертью. По версии современников хана Абдуллаха, его убил Мамай. Некоторые ученые склонны считать, что в одной из русских летописей, где раскрывается причина смерти одного из ханов того времени, речь идет именно об Абдуллахе. Согласно Никоновской летописи, Мамай убил хана из-за того, что Абдуллах пользовался популярностью и любовью в народе. Поэтому Мамай и решил устранить возможного соперника, который из марионетки мог стать ханом с реальной властью. Впрочем, все это всего лишь догадки. Известно лишь то, что после Абдуллаха на ханский трон в 1370 году воссел его восьмилетний сын Мухаммед Буллак. Пока что для нас время правления хана Абдуллаха до конца неизведано. Но раскопки на территории Попаснянского района только начинаются. И, возможно, археологам удастся найти ответы на многие вопросы. А пока что нам на память о временах хана Абдуллаха и империи Улус-Джучи остались археологические находки. Большинство монет, которые здесь найдены, 95%, они чеканены ханом Абдуллахом. Только хан мог чеканить свои монеты. И на монетах мы видим и год чеканки, и место чеканки. Большинство здешних монет, они чеканены Орда Аль-Жадид, Новая Орда. Орда – это ставка хана. Можно было чеканить монеты в Азаке, в Новом Сарае, в Старом Сарае. Но монеты чеканены, которые именно вот здесь, они носят вот чекан Орда Аль-Жадид. Среди уникальных находок – небольшая бронзовая пластина, найденная на территории Ордынского кочевья, на которой изображена тамга, то есть особый знак, символ одного из ханских родов. И археологи считают, что эта тамга очень напоминает малый герб Украины. Находка очень редкая. Также известно, что только в ставке хана в те времена могли чеканить монеты. И на месте раскопок были найдены заготовки, которые использовались для чеканки. На территории ставки найдено несколько серебряных слитков. Их условно можно называть грильмами. Эти слитки предназначались для чеканки монет, серебряных монет. Определенные гильотинки они рубились на дольки. И чеканом на основе этих заготовок чеканились вот такие серебряные монеты в данге. Условно считается, что один серебряный данг равнялся где-то 18 медных монет или 18 пул. Отсюда на основе слова данг в Древней Руси произошло слово вообще деньги. Здесь найдены потерянные перстни, обрывки различных украшений. Это серебряная пластина. Серебряная пластина, которая украшала, возможно, пояс. Может, даже самого Абдуллаха. А может, шлем. Она прекрасно ювелирной работой, выполнена в стиле чернения. Тут различные восточные армаменты присутствуют. Среди находок также фрагменты ордынской керамики, чугунных котлов, бронзовый зеркал, женские кольца и перстни, шумящие подвески сульгамы, которыми до сих пор любят украшать себя восточные женщины. Восточные народы очень любят украшать, именно чтобы когда стоял от украшений еще перезвон. Это своего рода то же, что колокольный звон очищает пространство, так и шумящие подвески должны были очищать пространство, отгонять злых духов. Не случайно, что у народов Азии украшений очень много на детях. Империя потомков Чингисхана, Золотая Орда или Улус-Джучи, занимала почти всю Евразию. На территории современной Луганской области находилась западная часть империи. Дикое поле год за годом продолжает открывать завесу тайн того далекого времени. Земля может многое рассказать нам, нужно только прислушаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok